Медиа-группа «Авангард» представляет Добрый день, коллеги! Спасибо организаторам за возможность выступить с докладом. Наша компания «Райлэксперт» не участник рынка PKI. Наш бизнес – это грузовые и железнодорожные перевозки. А конкретно наша компания в нашей группе занимается автоматизацией процессов. Но так вышло, что у нас есть достаточный документ оборот с резидентами разных стран, в основном с Казахстаном, и мы решились на решение задачи трансграничного электронного документа оборота. Я расскажу о нашем пилотном кейсе. Для начала окуну в контекст задачи. Что такое рынок грузовых перевозок? Это, как и на любом рынке, есть продавцы услуг, это собственники вагонов, то есть наша группа компаний, и покупатели услуг, грузоотправители – те компании, которые производят что-то и которым нужно что-то куда-то перевезти. Если говорить о всем рынке, то объем рынка индикативный – это 2 триллиона рублей в год, достаточно цифра. При этом примерно четверть или треть из этого объема приходится на трансграничные перевозки в рамках стран бывшего СНГ. объем рынка в юридических лицах – это примерно 30 тысяч компаний, которые на постоянном уровне участвуют в этом процессе, и которым также может быть полезен сервис трансграничного документа оборота. Теперь перейду конкретно к нашей постепенной компании. Почему мы этим занимаемся? У нас 6 юридических лиц в Казахстане, 3 в России. Мы достаточно часто обмениваемся документами. Конкретно цифра – 1600 рублей. Сейчас стоит обычное заказное почтовое отправление оригиналов документов из России в Казахстан. В общем-то, по масштабам нашей группы компаний, может быть, это не такая уж и большая цифра, но если представить эту цифру масштабом какого-то транснационального холдинга, то, наверное, это будет внушительная цифра. И для того, чтобы решиться на эту задачу, нас, конечно же, подталкивает не только экономия с нескольких сотен тысяч рублей, а в первую очередь две вещи. Первое – то, что сейчас тренд такой, что уже все переходят на электронный документ оборот. Например, наша группа компаний со своими поставщиками уже, ну, больше чем с половиной поставщиками уже перешла на внутринациональный электронный документ оборот. И, конечно же, отношения, бумажные отношения с резидентами других стран, они, конечно, нас немножко тормозят. Ну, а вторая ключевая причина состоит в том, что рынок трансграничной подписи B2B, он сейчас пока пустой. И у нас есть такая амбициозная задача – сделать эту задачу не только в рамках нашей группы компаний, но и, возможно, предложить ее рынку. Какие предпосылки перед решением этой задачи мы рассматривали? Но первое – это то, что между нашими странами, между резидентами России и Казахстана уже должен быть заключен договор о взаимодействии. И удача сложилась в том, что есть удостоверяющие центры в России и Казахстане, где такие договорные отношения уже есть. Это первый момент. Второе – то, что мы предполагаем, что если уж делать решение, то оно должно быть не то чтобы из коробки, но достаточно удобным и вызывать наименьшее телодвижение от потенциальных клиентов. То есть оно не должно требовать от клиента дополнительных затрат на софт, на железо. Оно должно быть достаточно простым в установке. И решение должно работать из той системы, где рождаются документы. Мы достаточно плотно, как я сказал, погружены в область автоматизации процессов. И с уверенностью можем сказать, что 90% документов по расчетам живут в системах 1С. И причем интересно, что это кардины не только в России, но и в Казахстане. И вот такая тенденция, она, безусловно, определила наш ландшафт нашего решения. Представлю участников нашего совместного проекта. За российскую часть удостоверения валидности подписи у нас встречает удостоверяющий центр «Газоинформсервис». Такую же функцию в Казахстане выполняет доверенная третья сторона – это национальные информационные технологии. Роль транспорта документов выполняет компания «Документолог», которая эксплуатирует портал «DokuLight.ru» и «DokuLight.kz». Чуть-чуть попозже об этом. И наша компания «RailExpert» – мы являемся как заказчиками всего проекта, так и разработчиками сервиса взаимодействия с сервисами валидации подписи. И остановлюсь на схеме работы нашего сервиса. Как я сказал, у контрагентов, которые решатся на эти взаимоотношения, безусловно, у них уже есть договор о поставке или какой-то другой договор, и, безусловно, к этому договору они заключают соглашение об электронном обмене данными. Значит, и процесс начинается следующим образом. Документ рождается в одной из систем участников, например, у российского контрагента в системе 1С, и через интеграционные шлюзы попадает в систему электронного документа оборота «DokuLight», где документ передается на сервис SimSign. Наш сервис SimSign выполняет роль взаимодействия с удостоверяющими центрами. То есть, ну, как я уже сказал, в настоящее время это удостоверяющий центр и пока России и Казахстана. В будущем мы очень надеемся на то, что к соглашениям, к этим международным соглашениям, присоединятся и другие страны Еврозеса. Сервис SimSign взаимодействует с, как я уже сказал, с удостоверяющими центрами и получает в ответ квитанции, подписанные удостоверяющими центрами. Эти квитанции подтверждают валидность подписи, которая сделана в стране резидента, и эти квитанции подтверждают для получателя также валидность подписи противоположной стороны. После этого документ, ну, как бы так, условно перемещается на другую территорию другой страны и загружается в учетную систему клиента другой страны. Далее документ рассматривается, подписывается и возвращается обратно на, как я уже сказал, транспортный, нашу транспортную шину, вот DokuLight.ru и DokuLight.KZ. Далее происходит то же самое. Документ, подписанный со второй стороны, документ передается посредством сервиса SimSign на удостоверяющие, на сервисы удостоверяющих центров NIT и Gazinform Service, проверяется, и в ответ получается квитанция о корректности или некорректности подписанта со второй стороны. После этого документ возвращается и передается в учетную систему первого контрагента, откуда начинался процесс документа оборота. Очень кратко рассказал вот про весь этот процесс. Безусловно, он намного сложнее, технологичнее. Мы полагаем, что похожую схему, похожее решение можно предложить не только в нашей группе компаний, но и масштабировать ее в рынок. Как я сказал, большинство учетных систем в наших странах – это 1С, и, возможно, там будут какие-то доработки, но в целом мы считаем, что у нас получится сделать не только внутреннее решение, но и решение для рынка. Что касается ожиданий, мы планируем перевести почти все документы в электронный контур до конца года. Безусловно, будут какие-то, уверен, ошибки или изменения в структуре сервиса, но есть какая-то уверенность в том, что в том или ином виде этот сервис пойдет и дальше, потому что мы, как я сказал, варимся в этом рынке перевозок и ежедневно общаемся с клиентами, и уже сейчас поступают к нам запросы на то, чтобы какой-то сервис предложить подобный. Поэтому уверенность в этом есть. Я думаю, что после пилота совершенно точно мы будем двигаться дальше в рынок. Еще несколько слов о том, что основные принципы, как я сказал, это то, что для клиента должна быть максимальная простота, то есть зарегистрироваться на портале, установить расширение 1С, которое мы будем делать также, и заключить договорные отношения. Для нас важно сохранить вот эту простоту, чтобы для конечного клиента, кто не является экспертом в области IT, было достаточно просто и понятно, как это сделать. И в заключении хотелось бы сказать, что мы это, еще раз говорю, рассматриваем не только для клиентов нашего рынка, мы, безусловно, открыты и к разного рода потенциальным взаимодействиям, поэтому буду рад услышать какие-то вопросы, комментарии или реплики, потому что для нас область, прямо сказать, крайне такая неизведанная, интересная, и любые предложения или идеи мы с радостью воспринимаем. Спасибо за внимание. Спасибо, Дмитрий Владимирович. Ну, конечно, было бы интересно услышать вопросы с зала, но пока коллеги думают, я все-таки позволю себе одну реплику, вы сказали и вопросы, и реплики, вам интересно? Реплика такая, значит, Дмитрий Владимирович не касался, конечно же, вопросов нормативно-правообеспечения этой технологии, да, но я хочу такой мостик пробросить. Дело в том, что в рамках Евразийского экономического союза есть договор о ЕАЭС, в котором есть третье приложение протокола информационно-телекоммуникационных технологий, и там даже прописан ДТС, да. Одна загвоздка, это все для G2G пока, но Сергей Анатольевич мне не даст соврать, что работа в части, касающейся, значит, развития в рамках второго этапа стратегии развития трансграничного постановления доверия в сторону B2B и B2G, и даже там когда-то физлица скоро появится, вот она идет, и поэтому очень хорошо рассматривать этот конкретный бизнес-кейс, Сергей Анатольевич, тогда, когда в ЕАЭКе, если кто-нибудь вдруг скажет, да кому это нужно, вот. Спасибо большое, Дмитрий Владимирович. Очень хорошо, что на конкретном примере, почему мы сегодня так много говорим о трансграничной торговле, потому что это рынок, конкретный рынок для наших сервисов. Точно, точно. Спасибо большое, Дмитрий Владимирович. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok